С каждым днём мы создаём всё больше и больше различных танков, они становятся всё опаснее, используют разные виды оружия, и при этом они уничтожают другие танки, и нам совсем немного осталось до того, чтобы мы с вами продвинулись дальше в лиге, поэтому мы с вами продолжаем играть в Супер Танк Рампус, с вами как обычно Кристалл, мы продолжаем! Ну и чутка я модифицировал наш прошлый танк, я добавил ему высоты, получается, колёса я здесь поставил не для того, чтобы они могли ездить, а для того, чтобы это была дополнительная оборона. Всё же у колёс тоже есть прочность, и это защищает от того, чтобы наш столб рухнул, как-никак, и теперь можем стрелять гораздо дальше, гораздо выше, что мне довольно-таки сильно может пригодиться. Так, вопрос с этой компанией, ооо, у нас Доктор Бофф вернулся, ну давайте сначала всё же доделаем лигу до золота, так как осталось совсем немного нам, по идее всего, а где-то 5 противников победить, я думаю, что мы продвинемся дальше, ух ты, там какой-то серьёзный такой танк. Так, ну ладно, я не буду на него наезжать, скажем так, сразу, я просто буду стоять вот так вот отстреливаться до того момента, пока он сам ко мне не подъедет, потому что так мне более выигрышно в него стрелять, я сразу его сверху накрываю и прописываю урон, считайте, прямо ему в сердце. Так, спереди у него какие-то барьеры стоят, мне на них вообще по барабану, нам главное достать до его пушек, и если я до них достаю, то я, считайте, выиграл, потому что если пушек у него не будет, то что он мне сделает по итогу. Так, и скорее всего, я уже почти все пушки вынес, там что-то ещё у него стреляет, я понять не могу, но что-то пытается у него ещё стрелять, но я уже, можно сказать, все его орудия вынес, отличненько, победа ещё одна у нас, деревянный контейнер, к сожалению, получили, но да ладно, сейчас, может, бонусный сундук повезёт, ну, бонусный обычный деревянный выпал, так, и остаётся совсем немного для того, чтобы мы с вами дошли до золота. И, ребята, если вам нравится Супертанк Рабвел, вы хотите его как можно чаще видеть, то поддержите ролик лайком, давайте с вами наберём 2000 лайков, чтобы новая серия вышла уже на следующий день, поэтому лайк обязательно поставь. Так, оооо, сколько у него пушек, какой злобный парень, давайте-ка мы лучше сверху его накроем, чем будем вот так отстреливаться. Так, мне нужно просто чётненько ему попасть сверху, и тогда я расколочу всю его основную броню и вынесу также ему оружие, как я думаю. Так, может быть, конечно, зря, что я прямо сейчас так нападаю, но, может быть, и не зря, на самом-то деле, сейчас посмотрим, как оно пойдёт. Вот, если я достану до орудий, будет в 10 тысяч раз проще, конечно. Так, главное, чтобы он не достал до моих орудий, и тогда проблемы никакие вообще не возникнут. Так, ну, пока он не отбил мне середину, нормально. Так, вот где у него все пушки, сейчас только до них достать, и мы, считайте, уже победили. Вот, всё, одна пушка осталась, я пока что держусь ещё на своей башне этой, на удивление. Всё, всё вынесли, дальше у него там куча взрывчатки осталась позади, но это уже без разницы, это мы уже и всё равно выиграли, в любом случае. Вот ещё залопдаём, победа за нами, сражение завершено, и, о, медный ящик припасов, это уже какой-то более-менее нормальный. Всё же ящик, выпала воздушная мина, не то, чтобы я бы не хотел пользоваться, но они, в общем-то, здесь есть. И, наконец-таки, всё же я уже перебрался в Золотую Лигу, сразился ещё с двумя противниками, на самом деле, думал, что не хватит того момента, чтобы я перешёл. Ну, в общем-то, первый бой в Золотой Лиге у нас начинается, посмотрим, какие здесь будут противники. Ну, это миномётный танк, такой я уже видел, но, не знаю, миномёты мне не кажутся вообще какой-либо опасной темой. Сколько раз видел миномёты, ну, такое. Огнемёты, пулемёты и всякие вот эти вот, мне кажется, поопаснее, чем миномёты. Сколько раз я их пытался из них что-то сделать, у меня ничего дельного не получалось. Хотя, если проиграю вот этому танку, то я, может быть, задумаюсь даже на тему того, что огнемёты, может быть, ой, миномёты даже может быть неплохая тема. Посмотрим, пока что вроде пробивается на ура, и проблем не возникает, почти что отломил ему пушки, и он мне, правда, тоже уже всё отбил, но, вроде как, я тут должен выиграть всё равно. Ну, так, давай, стреляй уже, всё, победил, ну, тут мой косяк, на самом деле, я мог по-другому бой провести, и вообще бы не получить никакого урона толком. Ну, да ладно, так, деревянный ящик припасов снова подошёл, получаем предметы, и по итогу у нас теперь золото, действительно, золото 2016 у нас уже рейтингом. Так, и это означает, что у нас будет падать вот такой вот контейнер, может выпасть. Мне самое интересное, этот контейнер, если бы он не выпал, то было бы просто мега круто, но, к сожалению, мне в ближайшее время не выпадет. Самое интересное, конечно, было бы получать ящики Суперлиги, но вот оттуда доходить, это придётся прям конкретно так попотеть. Так, а что у нас по деталькам, может быть, есть что-нибудь, что можно прокачать, такого интересного, что у меня тут есть. Есть У-образная рампа. Так, топливный бак, ну, в принципе, это хорошо, топливные баки я использую, броня мне такая нужна. Так, ну, к сожалению, этого, наверное, не хватит на огромные, на огромные... Хотя, стоп, буст работает и на прокачку в предметах самих, нифига себе. А я до этого прокачивал, думаю, что буст не работает на них. Раньше, по крайней мере, если был какой-то буст, то вроде как он не влиял на это. Хм, интересно, то есть лучше прокачивать вещи, накопить их большим количеством, только тогда, когда вот у нас уже есть такая вот тема. Так, под бустерами всё гораздо круче пойдёт, так, надо это запомнить будет и пользоваться, понятное дело, этим в будущем. Окей. Чё у нас по опыту получается? По опыту у нас с вами 2100 опыта, это ещё далеко до уровня, но у нас есть компания доктора Блофа, и мы с него сможем получить сейчас, ну, прям дофига деталей, как обычно. Так, иди сюда, маленький танчик, сейчас я ему заряжу залпом ракет. Напросто, один выстрел сразу готов, как-никак. Так, и давайте мне уже следующего. Сейчас быстренько пройдём всю кампанию. Кстати, доктора Блофа, по-моему, мы с вами не проходили до самого конца, потому что последний враг довольно-таки жёсткий, и у нас его не получалось проходить, надо будет это обязательно исправить. Так, и я ещё тут, кстати, поэкспериментировал, посмотрел, точнее врагов увидел, ещё некоторых у которых высота танка ещё выше, чем мой, поэтому надо бы добиться ещё большей высоты. Если я смогу прям со старта доставать до противника, то это получается, что у меня уже имба-танк будет, который сможет просто дострелять до врагов с самого старта, и это будет 10 из 10. Но сделать так непросто будет, но я в любом случае попытаюсь к следующей серии провернуть. Вот ещё у меня есть идея, этот маленький танчик использовать, который будет максимально бронированный, и в нём будут спрятаны орудия на тип этих, как его, огнемётов, пулемётов, что-то вот такое, ножи, может быть, скрытые какие-нибудь. Вот такого типа я танчик обязательно хочу сделать, хочу его создать, думаю, что он будет неплохо также заходить, может быть, к следующей серии как раз-таки его сделаю, не знаю, как пойдёт, но в любом случае попытаюсь его в ближайшее время реализовать, протестить вместе с вами и решить, хорошее это всё же идея или плохая, насколько хорошо она будет заходить. Так, в общем, тут тоже танки, ну первые танки быстро выносятся, как-никак, компания, кстати, Блоффа, по-моему, намного длиннее, чем Железнорукова, и сколько я помню, когда я последний раз сыграл, было три компании, а здесь почему-то сейчас две, хм, почему их стало меньше, это уже отдельный вопрос, видимо. Так, можно только по мнению стрелять, пожалуйста, так, чё-то хреновенькое стреляю, ну ладно, просто залп даю, а в любом случае у него всего две пушки против залпа моих ракет, у него шанса никакого. Нет, так, ещё одна силовая пила выпала, ну пилами, кстати, вообще ни разу пилами толком не пользовался адекватно, может быть пилы тоже неплохая тема для маленького железного танка моего, который будет у нас в будущем. Так, ну чё, где у нас там ещё танчик, на тебе залп сразу просто, и вот там надо у него вот эту артиллерию вынести, которая стоит там позади, так, здесь тоже вынесли, и остаётся только добить его гусеницы, и с этим датчиком тоже мы с вами закончили. Так, победа ещё одна у нас в руках, снова целая куча деталей, сейчас мы, ребята, с вами так детальки нафармим, что будет просто обалденно. Ну и осталось специально уже два танка, только я решил скипнуть большую часть неинтересных боёв, потому что, ну, мы уже все их видели, а сейчас интересно посмотреть, как наш ракетный танк может показать себя против последних машин доктора Блофа. Ну и ещё также нужно будет победить его последний танк, наиболее интересный, конечно, мне. Так, ну этого мы с лёгкостью разбомбим, если, конечно, я сейчас просто не налажаю где-нибудь, а по идее проблем быть не должно в бою с ним. Так, если что, нужно будет ещё длину корпуса моего прокачать, потому что меня частенько переваливает назад, так как у меня теперь танк немножко неправильный в балансе получился, поэтому надо будет ещё колёсиков себе где-нибудь позади добавить. Ну, этим мы займёмся, конечно, но думаю, что попозже. Так, всё, победили ещё один раз. Так, снова куча деталей к нам подъехало, но сейчас самый последний танк, это у нас сам доктор Блоф, абсолютное оружие. Поэтому погнали, попытаемся его вынести. Проблема его танка, точнее, проблема моей битвы с этим танком была, потому что у него было много оружия и целая гигантская прочность, и также мега-залп из всех возможных снарядов, которые хрен пробьёшь. А вот это самая большая проблема в битве с этим танком, но я думаю, что в этот раз у нас пойдёт всё получше, и мы всё же пробьём всего мега-адскую броню и снарядами также его накроем. Так, нужно будет достать, правда, до этого, до-до-до-до-до-до, до ракетницы его желательно, потому что там будет также много снарядов, оттуда вылетает. Я ему что, всё колёса пробил или что? Почему он на меня не катится? Это странно немного, как мне кажется. Походу, я ему сломал все гусеницы, потому что по-другому я не могу предположить, что он именно так стреляет. Так, ну, допустим, я не буду слишком близко к нему подъезжать, мне всё же это может боком выйти. Да, походу, я сломал ему все гусеницы, поэтому он на меня и не едет. Так, ну ладно, в принципе, более-менее безопасная дистанция отсюда стрелять можно. Так, главное, чтобы танк сейчас не перевалило мой, так как у него с балансом, говорю, проблемы, и поэтому нужно будет это обязательно переделать. Так, можно, конечно, попробовать на него наехать получше как-нибудь. Так, сейчас попробуем. Ну, в общем-то, переделал танк так же, и мы, можно сказать, теперь победили всё же доктора Блофа. Давай ещё один выстрел, и победа должна быть за нами, да. Всё отлично, добавил всё же заднюю часть, как-никак у нашего танка, а то у меня заколебал, что его вечно переваливало, и он у меня не мог нормально сражаться. Поэтому решил всё же добавить ему детальки, и ракетницу сюда обратно поставил на битве с доктором Блофом. С другими врагами, скорее всего, это выйдет плохо, потому что я уже частенько встречаю врагов, которые за меня закидывают своё орудие, скажем так, и от этого возникают проблемы время от времени. Но можно, конечно, выкрутиться другими способами, но я думаю, что проблема, короче говоря, в высоте. В основном надо будет ещё выше танк сделать, тогда большая часть проблем у нас отпадёт. Как мне кажется. Так, давайте найдём ещё соперника, посмотрим, кто у нас будет следующий. И сейчас будет сразу танк, который будет закидывать себя, я могу его просто скипать, если что. По идее, так гораздо проще будет мне. Так, давайте попробуем атаку, хотя танк подозрительный какой-то. Возможно, он уже что-то за меня закинул, я не обратил внимания. А, нет, чисто танк Амикадзе, я понял. А маленький танк на большой скорости, который жарит огнемётами, это понятно. Ну, примерно такой же танк я и хотел сделать. Видите, сколько у него слоёв брони, что его хрен нормально пробьёшь. А вот в этом это и фишка этих маленьких танков. И мне довольно-таки симпатизирует эта идея. Я не отказался бы такой же танк сделать и испытать его на поле боя. Так, он меня сейчас зажарить вполне себе может. Кстати говоря, у меня может не хватить урона, чтобы его добить. И он меня победил, действительно. Ну, вот такие вот танки маленькие, они очень прочные, очень крутые. Надо будет тоже такое организовать. И мы обязательно попробуем. С вами был Кристалл, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. 2000 лайков равно продолжению уже на следующий день. Так что лайк обязательно поставьте. С вами был Кристалл, подписывайтесь на канал, колокольчик не забывайте.